Всем доброго времени суток! С вами DeStreamPixV и сегодня мы продолжаем прохождение игры Life is Strange True Colors. Ну что ж, давайте начинать. Приятного просмотра! Итак, в прошлой серии мы попали в какой-то бред Алекс с ее воспоминаниями. Мы на дне шахты. Чудом выжили. Упали с огромной высоты. Телефон разбит. Мы идем непонятно куда. Кстати говоря, надо посмотреть, может быть сзади что-то есть. По-любому что-то себе сломали, потому что так упасть. Высота там просто нереальная. А я не знаю, как она выжила, как она не свернула себе шею. А как ты собираешься выбираться? По-любому шахту придется лезть, скорее всего. Это сундуки, журналы. Деревяная табличка. Безопасность прежде всего. Мы, похоже, приближаемся к концу игры. Мы уже очень-очень близки. Я не знаю даже, как она будет выбираться-то отсюда. Если до одного города от шахт 5 километров, как говорил Джет. Так. Походу топливо в керосиновой лампе закончилось. И как же ей идти на ощупь? Даже телефон не работает, чтобы подсветить. Чей-то... Эмоция. Эта аура... Это единственный лид, который я имею в виду. Ну, искать что-то в темноте, по-моему, бессмысленно. Так что просто идем на красный свет. Просто идем на красный свет. И все. Так, что-то. Повторяем близким. Кроме того, что живет, не? Кроме того, что мы увидим, что мне души лежат. Все-очень правильно. Это все. Это что Тайфин пытается убрать. В общем, много полоса в этой лесу. Джет, мы должны назвать это. Эта кероска двоя. Это кероска-кероска. то есть тут вода не начали копать и что ее ее затопило стади goes steady fuck was move come on clear the tunnel who's on radio fuck we gotta move now there's still men back there they'll drown yeah and so will we we don't get the fuck out make the call check god damn it god damn it everyone let's go now то есть тут была вода а как же они выкачали тогда если тут была вода а а а а Капец, серьезно, блин? Да ладно? Нет, подождите, давайте прочитаем воспоминания сначала. Как так-то? Папа Кулон, глава 5. Я знала, что чувствуют другие люди, сколько себя помню. Я не могла скрыться от чужих эмоций. Порой мне казалось, что я тону. Я пыталась удержать голову на поверхности, но все равно шла ко дну. За все это время единственным, чьи чувства я действительно хотела понять, был ты, папа. А потом я нашла тебя на дне мира и наконец-то поняла, что ты чувствовал, что хуже всего твои эмоции были такими нормальными, человеческими. Страх, сожаление, то же, что у всех, то же, что я испытывала с самого детства. Для этого не нужно быть эмпатом, но думаю, что мне нужно было понять это прежде, чем отпустить тебя. И теперь единственный человек, в чьих чувствах мне еще предстоит разобраться, это я. Капец, то есть их отец погиб в этой шахте? Ну, говно он был человек, если честно. Он бросил своих детей, и за все эти годы он даже ими не интересовался. Даже не интересовался. Не знаю, как она выбралась. Если честно, но... То есть, получается, вся героическая история Джеди была ложью. Но как же видят другие воспоминания, Алекс раньше этого не поняла. Как им удалось это все скрыть, если люди все-таки там погибли? Ну, в плане того, что... Неужели другие, никто вообще не знал, какое количество людей в команде у Джеда? Если он спас их всех, то как же... Не понимаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова То есть он выстрелил в Алекс и спокойненько теперь стоит тут разглагольствует, да? Классненько! В нем вообще ничего святого нет. Алекс! О, мой Бог! Я все равно! Вы не все равно! Все равно! Все равно! Что случилось? Что случилось? Стеф без шапки, вот и туда! А.Кулакова 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 Я уж мурашки по коже! Безжалостно! Они боятся! Боятся скорее! А.Кулакова Они просто ведут себя так, как будто Она реально врет... Что Диана, что... Джед... не просто смотрит на нее я не вижу ничего не очень we don't want to embarrass you alex I wasn't asking you the things you've said obligate me to at least address them these accusations are well they're insane and trying to go into the mine was obviously a very dangerous very illegal thing to do but we all sympathize with your situation you've been through so much your brother was your only family wasn't he I can only imagine how much you want an explanation for his loss something to give you comfort and make your life seem less unfair why don't you just tell the truth you've been planning your exit from Typhon anyway what you never signed up for threats or attempted murder you hate this now is your chance to stop dad do you have any idea what alex is talking about no I don't I tried to be there for alex and I thought I don't know I hope that could be something of a father figure to her all I can guess is sometimes when we're hurting the people we lash out at are the ones who we're trying to help oh my god I don't know this is an act you're lying this is an act you're lying please I know this is hard to accept you won't trust him I did too but I'm telling the truth truth I believe you of course I do I believe you too I'm horrified and shocked and still processing everything but I believe you хотя бы два человека нас уже поддерживает I would like to speak this young lady came to Haven as a stranger but over the last few weeks she's become one of us now her story certainly seems unlikely if not impossible but she deserves at least an investigation of her claims we ought to take her seriously it's okay well 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 you know our mind can play tricks on us none of it is your fault Папка, ты что, охренела вообще? Мне казалось, ты нормальная папка. А теперь из-за того, что я пыталась тебе помочь и сказать все, Райли, ты теперь вот это мне лепишь? Тупорылая, ты тварь. Ну ты тварь, ну ты твари на себе, помоги со своей деменцией, альцгеймер, неважно. Ты не знаешь, Райли. Я знаю твои игры. Не тестай меня, Джейсон. Знаешь что? Я не боюсь тебя больше. Я не знаю, ты. Я не знаю, ты. Депутей Пайк, у тебя есть какие-то проблемы личные снижения? Как я, я. Я не знаю. Джейсон. Ну, ну, в зависимости от того, что твоя решение в этом снижении эмоционально компромиссована, ты должен, наверное, избежать себя от этого. Ох, боже мой. Если ты думаешь, что ты можешь закрепить меня? Джейсон. Я думаю, что ты лучше назвал его. Я хочу поговорить снова. Я не знаю, что лучше. Мне жаль. Это просто шок узнать, что тебе врали твой родной отец. Мне жаль. Я очень известно. Ты чувствуешь себя в вашем состоянии? Я не знаю, Аликс. Я удивлена, что вы положите свои проблемы в твоем состоянии. Я известно, Аликс. Поверил он нам или нет? Он поверил нам. Он поверил нам. Он поверил нам. оцепи. Давай, Оз까지. О Yeоан Домокс Τοкаire. Не, не в миллион лет. Оно. Я от eyeballу тебя làm так. Мstalя сына. У меня自и сына. Пят... Так, что-то начинается. Я знаю, почему ты пыталась убить меня. Это не то, что ты скажешь. Что ты думаешь, что это лучше для Хавен. Это было никогда не о Хавен, было ли? Это было о тебе. Я знаю, что это легче. Не думать о тех людей, которые ты убили. Ты хочешь смотреться, и думать, что люди, которые ты умерли, не люди. Но я не могу позволить. Мой папа работал для тебя. Я не знаю, что он был. Он был. Он был. Он был. Он был. Он не хороший отец. Я думаю, он пришел здесь, пытаясь быть лучше. Но ты его убил. И тогда Габе... мой большой брат. Хейвен был его вторым шансом. Он был так рад, кто он стал. Большой брат. Белый папа. Но он умер... из-за тебя. Как красивые эмоции в его глазах отражаются. Вообще класс. Он был так рад. Он был так рад. Он даже меня изменил. Я начала думать о будущем. Мне кажется, все, чего она всегда хотела, это именно то. Помогать людям. Я хочу помочь людям. Потому что... Это что-то я хорошо от. Знаете, что я хорошо от что-то... это просто круто. И ты пытался умерить меня. И... О, вы вышли, что ты не сможешь было пройти с Господом. Уchenка. О, вы, улетали. Вы... Ухали не. У-л... Удал гору. У-л.. У-л... У-л... Ты пластировал это с другой историей. Ты... ...телешь себя, что ты хороший человек. Ты занимаешься так много людей. Ты мне дали стены... ... и работу. Ты проверил меня, когда я кричал. Ты такой хороший человек. Но это тяга. Если ты его сломаешь... ... то что мы видим? Трус, эгоист, пешка в чужих руках. Трус, эгоист, эгоист. Трус, эгоист, эгоист, эгоист. Я вижу правила о тебе. Ты ненавидишь себя. Ты ненавидишь. Ты ненавидишь, что ты сделал в прошлом. Ты ненавидишь, что ты делаешь для сохранения. Ты ненавидишь. Ты ненавидишь к тебе. Ты ненавидишь. Ты ненавидишь, что вы не сможете. Ты ненавидишь. Продолжение следует... Капец! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Как теперь он будет разваливаться, не разваливаться... Не знаю, давайте начнем, наверное... Ну ладно, раз уж мы сообщения будем читать сообщения... Джессика... Кто такая Джессика, не знаю... Алекс, здравствуйте, это Джессика Мартинес из газеты Rocky Mountain... Прошу прощения, что обращаюсь к вам без предупреждения... Я знаю, что вы через многое прошли... Мы работаем над статьей о конфликте с айфоном, и мне бы хотелось поговорить с вами о том, что вы пережили, подзапись или нет, решать вам... Сейчас мне не хотелось бы об этом говорить... Ваш комфорт для меня важнее всего... Пожалуйста, если передумаете, свяжитесь со мной по этому номеру... Спасибо, что уделили мне время... Берегите себя... Спасибо... Так... Привет, Чэнь... Не думал, что тебе и впрямь дастся потопить тайфон... Ты храбрее, чем я думал... Теперь ты должна мне новую работу... Я рад, что с тобой все в порядке... Правда... Ха... Спасибо, Мак... Так... Даки... Дорогая Алекс, за последнюю пару недель тебе многое пришлось пережить... Но твои стойкости мужества продолжают меня удивлять... Я не сомневаюсь, что ты перенесешь это оскорбление с тем же изяществом, которое ты продемонстрировала во время своего танца на празднике весны... Это чудесное зрелище я не скоро забуду... Пожалуйста, не забывай... Мы с тобой... Искренне твой Реджинальд МакАлистер Третий... Я знаю... Спасибо, что заступились за меня, Даки... Шарлотта... Алекс, я даже не знаю, что сказать... Как подумаешь, что ты пережила, сердце разрывается... Такого и врагу не пожелаешь... Помни, мы с Итаном всегда рядом... Спасибо, Лотта... Я знаю, тебе нелегко было это сделать... Я этого не забуду... То есть мы не зря все-таки сказали ей не подписывать... Артур... Алекс, это Артур Джонс из Нью-Йорк Телеграм... Мы хотим включить вашу историю в нашу постоянную рубрику, посвященную Тайфону... В какое время вам можно позвонить? Простите, но я сейчас не общаюсь со СМИ... Слишком много запросов... Когда вы узнали, что ваш отец жил в Хевен Спрингс и работал с Джедом Луканом... Каково вам было узнать, что Джед Лукан виновник катастрофы, в которой погиб ваш отец? Как вы думаете, почему Джед Лукан сознался о своих преступлениях? Абонент заблокирован... Вы больше не будете получать сообщения с этого номера... Так, Стеф... Алекс, ты просто потрясающая! Я с тобой что бы ни случилось... Если тебе понадобится помощь, можешь сразу звонить мне... Я знаю... Спасибо тебе за поддержку... Это очень много для меня значит... Стеф и Райан... Так... Райан... Алекс, пожалуйста, возьми трубку... Стеф... Просто дай нам знать, что с тобой все в порядке, сразу как только сможешь... Я уверена, что ты просто посеяла телефон, но Райан тут с ума сходит... Стеф... Ну ладно, мы оба тут с ума сходим... Райан... Мы просто хотим убедиться, что тебе ничто не угрожает... Позвони нам... Стеф... Алекс... Да уж... Когда я был маленьким, отец казался мне героем, а после того случая он стал героем для всего города... Это было лучшее ощущение в мире, знать, что все думают о нем так же, как и я... И никто не усомнился в этом... Даже когда начались странные телефонные звонки, когда он засиживался допоздна, запираясь в кабинете, когда уходил из дома... Все это была ложь, а теперь я знаю правду... Ты показала ее нам... Ты мне очень дорога... Ты мне тоже дорог, Райан... Спасибо... Мне надо привести мысли в порядок... Я скоро позвоню... Обещаю... Буду ждать... Райан на нашей стороне... Райан нам поверил... Райан нас поддержал... Райан умничка... Красавчик... Цветы Лити... Какой замечательный праздник весны... Спасибо всем, благодаря кому он удался на славу... А теперь колитесь... Кто получил розу? Джош Хопкинс... Я знаю кое-кого, кто мог ее получить... Джулия Кроу... И я, пожалуй, тоже... Гектор Гонзалес... Эх... Кес Гру... Сдержись, дружище... Стеф Гингридж... Райан... Райан Лукан... Ну ты чего? Стеф Гингридж... Что? Райан Лукан... Джентльменам не полагается... И т.д. и т.п. Рори Прага... Ничего страшного... А можно узнать ваши имена для статьи? Стеф Гингридж... Стеф Гингридж... Мозговой центр всей этой авантюры... А ее мышцы... Аликс... Ха-ха... Она умрет, когда это увидит... Да... Райан Лукан... Аликс... Мы договорились встретиться вчера вечером... Но она так и не пришла... Я начинаю беспокоиться... Эленор Лити... О нет... Ты говорил с Джейсоном? Райан Лукан... Звонил ему на мобильный... Не отвечает... Пожалуй, скоро позвоню... 9-1-1... Стеф Гингридж... Черт, ты серьезно? Райан Лукан... Ну да... Стеф Гингридж... Вот блин... Сейчас отправлю тебе СМС... Проверь телефон... Джед Лукан... Мне тоже тревожно... Я ее не видела... Держите меня в курсе... Ладно? Ну и говнюк... Черный фонарь... Сегодня в полдень... Черный фонарь будет закрыт... В связи с голосованием... Городского совета... До встречи в счастливые часы... Аарон Джеймс... За рабочие места... За процветание... За расширение... Эшли Макфарлейн... Вы ведь понимаете... Что расширение добычи... За пределы Хивен Спрингс... Это лишь временное решение проблемы... И это еще не считая... Воздействие на окружающую среду... Аарон Джеймс... А доказательства у вас есть? Эшли Макфарлейн... Какие доказательства вам нужны? Список литературы? Я не имею привычки хранить ссылки под рукой для тех, кто не желает смотреть правде в глаза... Аарон Джеймс... Я так и думал... Эленор Литти... Доброго дня, соседи! Спасибо всем за потрясающий праздник весны! Пришло время вспомнить еще об одной ежегодной традиции... Убирать за собой... Мне нужно несколько добровольцев, которые помогут мне привести парк в порядок после вчерашнего праздника... Работать начнем сразу же после сегодняшнего собрания совета... Бросайте свои имена в шляпу! Нейт Лангман... Почему бы и нет? Джулия Кроу... Я с вами... Сэм Мерланд... У нас жуткое похмелье, но к обеду мы с Джесси, надеюсь, очухаемся... Пока под вопросом... Эленор Литти... Хорошее самочувствие прежде всего... Если надумаете, мы будем рады видеть вас обоих... Джед Лукан... Мне надо открывать бар... Извини, дорогая... Эленор Литти... Ладно, ладно... Ох, это бабка из Сволота... Вот интересно... А она не хочет... Почему она нам сообщение не написала? Где извинения? Где что вообще? Сочувствие? Вот выяснилось, что Алекс была права... Она говорила правду... И что вот эта бабка? Я была не такого хорошего мнения... Я, блин, реально хотела ей помочь... А она взяла вот так вот просто... Харкнула в душу, что называется... Тебе нужна помощь! Себе помоги! It never ends... Ой... Шериф округа Ганнисон... Относительно следствия ведущегося в Хевен Спрингс... Мы очень благодарны всем за неравнодушие... Подробности пока выясняются, и мы тесно сотрудничаем с полицией штата... В настоящее время нам известно ровно столько же, сколько и вам... Дополнение... Полиция штата попросила заместителя шерифа Джейсона Пайка о помощи в этом деле, и потому введение этой учетной записи было передано другому заместителю шерифа... Мы признаем, что заместитель Пайк в последнее время играет особую роль в Хевен Спрингс, однако призываем вас направлять все запросы по официальным каналам... Анжела Андерсон... Я вообще не понимаю, как все это могло произойти прямо у вас под носом... Что у вас там творится? Майк Лоллер... Это заявление неприемлемо... Бен Дэниелс... Наших парней в синем можно только уважать... Кэс Грувс... И одного в бежевом, который пляшет под дудку тайфона... Эшли Макфарлей... Не может быть, чтобы копы ничего не знали... Они просто не все нам говорят... Надо искать тех, кому это выгодно... Аарон Джеймс... У тебя шапочка из фольги свалилась кретинка... Да уж... Чёрный фонарь... В связи с недавними событиями чёрный фонарь останется закрыт для обычных посетителей до дальнейших указаний... Тайфон Майнинг... Мы, сотрудники Тайфон Майнинг, хотели бы поблагодарить жителей Хевен Спрингс за неизменную поддержку... Мы опубликовали заявление, которое можно прочитать на нашем сайте... Шарлотта Харман... Привет, друзья! Я снова принимаю заказы... Думаю, сейчас всем нам нужно чем-то себя занять... И лично мне всегда в этом помогало творчество... Так что, пожалуйста, если вам нужен портрет, не стесняйтесь... Цены у меня разумные, а на первый заказ действует скидка... Джош Хопкинс... Отличная новость! Эшли Макфарлей... Звонить в магазин? Шарлотта Харман... Да, если не трудно... Она пришла в себя, то есть мы правильно сделали, что не забрали ее эмоции... Джесси Уитакер... Привет, Хевен Спрингс! Музыкальному магазину требуется сотрудник... Предпочтение будет отдаваться тем, у кого есть опыт работы в розничной торговле или радиовещании... Заполняйте заявки на нашем сайте... Собеседования будут проводиться на следующей неделе... Гектор Гонзалес... Круто! Кэс Грувс... Так, я прямо сейчас отправляю заявку... Если вы принимаете 16-летних, лол... А у вас... Случилось что? Кто-то внезапно уволился? Стэф Гингридж... Пока никто, просто кое-кто из нас рассматривает другие варианты... Кэс Грувс... Если ты уедешь не попрощавшись, я буду плакать... Стэф Гингридж... С чего ты взял, что я уезжаю? А, это у нее коллега, который писателем стал... Видимо, ему замену ищут... Так, это не уник... Пайк Страха... Джед, Алекс, Джед, Алекс... Я хорошо научилась описывать здесь эмоции других... Даже новые, даже сложные... Я могла бы раскрыть эту тайну... Найти нужные слова... Но не знаю, можно ли это сделать здесь... Что-то во мне перекликается с душой Джеда... Эти общие черты цепляются друг за друга, притягивая друг к другу... Я разглядела это в нем... Это было так же, как войти в дом, где ты жил раньше... И увидеть, что с ним сотворил новый жилец... Ненависть к себе, полыхающая ярким пламенем... Что на него даже не взглянуть... Уверенность, что портишь все, к чему прикасаешься... Навязчивое ощущение роли, заданной программы... Реплик, которые заучиваешь и используешь... Чтобы не поддаться соблазну и не посмотреть правде в глаза... Может, поэтому я его и простила... Жар и сила его отвращения к себе заставили меня заглянуть в свою душу... Точно два магнита, прижатые друг к другу одним плюсом... Пуля, падение, больница, дом, приют... Это нормально, что я чувствую себя благодарной за все это... Благодарный Джеду за то, что он дал их мне... За то, что хоть и не намеренно... Заставил меня трезво взглянуть на свою ненависть к себе... И пройти через эту мясорубку... Набери в ладони песка пригоршню... На камнях ты увидишь часы... Мне казалось, я могу его выследить... Могу быть смелой... Но тебя ничто не спасет... Да и нечего спасать... Все проходит, хорошее и плохое... Но твоя жизнь всегда не такая, как нужно... Жаль, что мы не увидим цельную песню, судя по всему... Так, я не знаю, сколько времени там... Есть у нас... В принципе, закончится уже серия или... Я не знаю, что делать... Давайте поиграем... И если что, я просто без прощания и приветствий разделю серию на две... Там увидите... Увидите в итоге, что получится...